Друзья, товарищи, друзья, товарищи, первые-первые, это Сафронов на связи с дуроу. Это Сафронов и, естественно, обзор на Мегаблокс, Call of Duty, вы поняли по названию. Если вдруг вы не знаете, что это такое, я вам сейчас коробку покажу. Давайте посмотрим на нее все вместе, на счет раз, на счет два, на счет три, готовься, вот она. Крутая, скажите, вот уже коробка сама уже по себе крутая. Это серия Call of Duty от Мегаблокс, которые сейчас Мегаблокс, которые раньше были Мегаблокс, но некоторые еще остались Мегаблокс, но еще есть еще и Мегаблокс. Что они наделали? Это просто запутать своих потребителей как раз-два. Часть наборов к нам не довозят, часть наборов к нам привозят, у нас какие-то стоят гадкие я, еще чего-то, немного черепашек-ниндзя, но вот таких штук у нас нету, к сожалению, практически не найти или очень сложно у перекупщиков. В большинстве магазинов таких нету, поэтому я заказал оттуда ва, из Америки. И ссылку я оставил там на Амазон, заказал с большой посылкой, мне было выгодно так, тем более, что у нас они стоят неоправданно дорого, ну как, оправданно, наверное, потому что конструктор хороший, дорогой, но там он стоит неоправданно дешево тогда по сравнению с этим, потому что наборчики эти совсем недорогие и очень часто распродажи бывают. Как же выглядит набор в сборке? Я покажу вам собранный, потому что собирать на камеру было невозможно. Вот этот прекрасный набор с убежавшим одним военным, надеюсь, он не начнет против меня какие-то военные действия агрессивные. Этот набор классный, он классный во всем, кроме сборки. Сборка была просто ужасающая, друзья мои, это ад, это был ад, это были муки, но результат стоит того попыхтеть, попытаться собрать его, потому что есть детали, которые вот отличаются на миллиметрик, но это разные детали, если бы их собрали не так, нужно разобрать пол конструкции и опять, уууу, просто мурашки по телу, когда вспоминаешь эту сборку. Однако, в итоге получился очень крутой, крутая самоходка, я не знаю, как правильно называется, наверняка специалисты уже в комментариях, а не там, ищите их, с названиями, с правильными определениями оружия и всего остального. Привет вам, но мы посмотрим чисто на внешний вид, и я свое мнение расскажу. Поближе посмотрим, давайте поближе, еще поближе, ну нет, я шучу, конечно же, на столе взглянем. Вот эта штука, эта техника, эта самоходка классная, она классная по цвету, дизайну, функционалу, все замечательно. Ну, функционал здесь весьма относительный, главный внешний вид. Крутейшие огромные колеса, мощнейший корпус, поворотная башня, и сюда можно размещать еще всяких фигурок. Детали у этого танка не просто одного цвета, они еще имеют такие, знаете, наплывы, и это помогает им теряться друг в друге еще лучше. Вот невозможно практически найти сразу деталь, которую нужно, это прям квест целый. Но если вы нашли, вы радуетесь, собрали, и у вас все замечательно получилось, и получился крутой танк, получилась крутая военная техника. Огромные колеса крутятся, сделаны, кстати, из резины, и очень здорово выглядят. У нас дальше здесь есть по бокам некие отсеки, в которых можно хранить еще различное вооружение, и здесь хранятся заряды для ракетницы одного из персонажей. С одной и с другой стороны точно так же, такая же система. Также здесь наличие и люк небольшой, поднимается люк, и внутри мы видим кресло, очень удобное, как будто геймерское кресло, кстати. И можно туда разместить фигурку также. И сверху башня, поворотная башня, но не очень сильно, потому что можно ее немного так вот свихнуть, если вы вдруг перестарались. Свихнуть башню, молодец, отличная фраза, Сафрана. Пользуйтесь. И сзади классно выглядит, и сбоку, и сверху, сверху находится у нас башня и два места, можно расположить здесь две фигурки, но также и на броню можно посадить эти фигурки, тоже не проблема. И есть какие-то элементы управления, какие-то командные такие центры, ну пульты, различные экраны, они напринтованы, деталей здесь наклеек нету, все хорошо. В общем, с самоходкой вы с этой, ну я думаю, разобрались, увидели ее. А теперь фигурочки. Это отдельная фишка Мегаблокс. Вот они, мои вояки-бяки. Ну ладно, не бяки, просто вояки. Они такие классные, что просто нет слов. Кому-то это нравится, кому-то нет такой дизайн. Но ассортимент. Здорово, что есть и обычные мини-фигурки типа Лего, и вот такие прямо солдатики. Очень, я в детстве мечтал просто о таких бы. Серьезно. Да, Лего, они более-таки няшные, милые, прикольные. А здесь натуральные прям человечки с пропорциями и с невероятно крутой подвижностью, которого у Лего тоже нету. Но опять же, кому-то нравится, кому-то нет, кому-то и то, и то нравится. Может же быть и такое. Давайте посмотрим на них поближе. Вначале взглянем на темнокожего бойца. Я не знаю, кто это, потому что не играл в игру. Этот парень черных очечек выглядит круто. У него кипченка такая, и очечки, очечки, очешек есть у него, черные. И самый такой тоже смуглый, видимо. Кто это? Вы по игре, а может это и никто. Ну, вы опять же знаете лучше меня. Все аксессуары, которые вы сейчас на нем видите, их можно менять, переставлять местами, снимать, убирать и кобуру, и кранату, нож, рюкзак. На рюкзаке можно что-то разместить, а можно это снять с рюкзака. Опять же, можно и пистолет убрать, передать в другую руку и взять нож. У этой игровая фигурка более чем, тем более она очень подвижная. Ноги сгибаются, поворачиваются, руки в плече крутятся, сгибаются в локте, кисть поворачивается, голова поворачивается, наклоняется. И можно не только играть клево, но и делать еще крутые сценки, если у вас таких фигурок побольше. И классный боец, очень качественный материал, естественно, и есть также возможность установить на стандартные пины, как у Лего. Можно установить на ваши Лего постройки, можно дать в руку, Лего оружие различное, можно это оружие давать фигуркам Лего. Ну а теперь лысый, тоже вообще, что-то у них там моды на очки такие классные, может быть, распродаж где-то была, и они в этих очках все, а может быть сейчас любители этой игры, скажут, ты что, не знаешь, там эта вся тема в очках вообще была. Но лысый крутой, тоже не менее крутой, чем темнокожий. Вот такой вот у нас парень, у него нету кепочки, голова не прикрыта, неплохо было бы, а то напечет. И у него есть зато гранатомет, если правильно, опять же. Гранатомет, для которого как раз я показывал, есть еще снаряды дополнительные, он не выстреливает, но просто для вида сделаны. Дизайн другой, другие совершенно элементы у него навешаны, другие аксессуары, у него лопаты есть вообще, какой-то там бинокль есть, или фляга, или что такое, какой-то измерительный прибор, не знаю, что это. И можно заменять, можно тому дать вот это, этому дать то, и они могут поменяться полностью, могут сражаться друг против друга, если захотите, а могут против каких-то преступников, бандитов. Или есть у Мегаблокс еще серия зомби, могут они против зомбей сражаться, и если вдруг такой наборчик найдете, дополнить, сражение с зомбями будет выглядеть неплохо с этими фигурками. Плюс, опять же, крутые сцены можно делать из-за того, что фигурки суперподвижны. В общем, оба этих парня крутые вояки, классные фигурки, детализация отличная, даже сделаны морщины какие-то, нос, рот, уши, все это проработано, и молодцы Мегаблокс, здесь мне нравятся эти фигурки, еще раз говорю, в детстве я таких бы мечтал. В итоге, набор классный, по поводу цены я брал по распродаже и давно, ссылку оставил в описании, там, на Амазоне, сколько он сейчас стоит, я не знаю, смотрите, ищите сами, для себя выбирайте, найдете у нас, если по адекватной цене, то тоже советую взять, если не боитесь вот этой сложной сборки, потому что в целом, в итоге, получается классный, крутой набор. Поиграться в него можно, и на полке будет смотреться тоже круто, для детей и для взрослых, потому что, ну, это как такое, можно считать, что более суровое лего, такой сурьезный набор, сурьезный. На этом все, друзья, показал вам Мегаблокс, хотите еще видеть Мегаблокс, ставьте большие пальцы вверх, и Call of Duty, и другие серии, и с зомбарями, если хотите, покажу вам наборы, закажу, что у нас нету, что у нас есть, может быть, как-то, ну, узнаем мы об этой серии чуть больше. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях, что хотите, например, ну, что-нибудь такое приличное, и до новых встреч, товарищ Сафронов и Мегаблокс, пока. Как запутаться Сафронов, ну, я сейчас все вам расскажу, просто первый раз с такими бластерами встречаюсь, понятное дело, я свои эмоции, впечатления рассказываю, вот, и бывает. Спусковой крючок, такой немножечко дребезжащий и не совсем приятный ход у него, ну, опять же, до нерфов нужно им еще стараться, чтобы было так же, но все равно не все так плохо, это не ощущение китайского бластера, подделки какой-то, просто вот другой. Любители нерфа могут заметить, тут вроде как бы планку для улучшения, это, наверное, респланка, но она абсолютно не функциональна, аксессуаров для него никаких на данный момент нет, я не знаю ничего, а она здесь просто для декора, мы сюда установить ничего не можем, она намного шире, чем нерфовская, и сюда поставить ничего нельзя. И вот так выглядит бластер спереди, у нас не снимается, не отвинчивается, просто вот такой бластер, он не модуль.